Небольшой греческий остров Сими расположен на юго-востоке Эгейского моря и входит в состав архипелага Додиканис. Расстояние от главного острова архипелага, Родоса, около 30 километров. Сими безводен и гористый, берега изрезаны и обрывисты. Однако столица острова, портовый поселок, носящий то же название Сими, привлекает в сезон множество туристов. Большинство из них приезжает на однодневную экскурсию с Родоса, так как расстояние невелико, а облик Сими разительно отличается от сурового рыцарского Родоса. Также Сими связан регулярными морскими рейсами и с Переем, и с другими островами Додиканиса, и многие туристы останавливаются здесь на более длительный срок, несмотря на то, что для пляжного отдыха остров мало подходит из-за обрывистых берегов. Население острова составляет около двух с половиной тысяч человек, но в летнее время может увеличиться и до шести тысяч. Весь остров Сими является важной археологической зоной, на которой насчитывают до 160 археологических мест и памятников различных эпох. Тем не менее история его вплоть до 14 века остается малоизвестной и малоизученной. В греческой мифологии Сими считается местом рождения Харид, богини веселья, изящества и радости жизни. А свое название остров получил от нимфы Сими или от дочери Родосского героя Ялисоса. У Гомера упоминается, что остров участвовал в Троянской войне, а его царь Нириулус был самый красивый мужчина в ахейских войсках после Ахиллеса. В историческое время Сими был зависим от Родоса и ход его истории повторял историю Родоса. Наличие многочисленных руин военных укреплений указывает на важное военное значение острова и в римскую, и в византийскую эпоху, а также в период владычества рыцарей. Большое экономическое значение для острова имело кораблестроение, торговое мореходство и добыча губок. В османский период остров пользовался определенными привилегиями и достиг пика своего расцвета в середине XIX века. С развитием проходства остров стал терять свое значение как торговый порт. С 1912 года после захвата острова Италией Сими стал приходить в упадок, население за 30 лет сократилось примерно в 10 раз. Большой урон остров получил и во время Второй мировой войны. В состав современной Греции Сими вошел только в 1948 году. Новое направление развития остров получил в начале 70-х годов, уже как туристический центр. Но массовый туризм начался только после 1988 года, когда в одном из влиятельных журналов была опубликована панорамная фотография гавани и статья об острове. После этого работы по восстановлению разрушенных зданий продолжились с новой силой, в том числе с привлечением известных архитекторов. Цены на недвижимость возросли не менее чем в пять раз. Поездка на Сими – одна из самых популярных экскурсий, предлагаемых в городе Родос и ближайших курортных поселках. Также в порту Родоса можно приобрести билеты на регулярные рейсы до Сими самостоятельно. Такие рейсы часто позволяют провести на Сими почти весь день. Важно, что эти рейсы и экскурсии могут предусматривать как посещение только столицы острова, так и заход во второй его известный порт – Панормитис, где расположен монастырь Архангела Михаила. Этот монастырь имеет большое значение не только для жителей острова, но и для всего архипелага. На Михайлов день, 8 ноября, здесь собирается множество народа со всех ближайших островов, так как Михаил почитается не только святым покровителем острова, но и защитником моряков на всем Додиканисе. Также особо празднуется день Пятидесятницы в память о воссоединении с Грецией. Когда и как был образован монастырь – неизвестно. Предполагается, что он был основан в другом месте, где располагался храм Аполлона. Свой современный вид он приобрел в конце XVIII века, а колокольня относится к 1911 году. Главный вход в монастырь, построенный в венецианском стиле, расположен прямо у порта. Во внутреннем дворе находится монастырская церковь. Это базилика с одним нефом, и весь ее интерьер покрыт фресками. Резной деревянный иконостас является выдающимся образцом прикладного искусства. С правой стороны находится двухметровая икона Архангела Михаила в серебряном окладе. Когда и кем она написана – неизвестно, но согласно надписи на иконе, она была покрыта серебром в 1724 году. В монастыре имеются два музея. В первом представлена богатая коллекция церковного искусства – иконы, книги, архиерейские и литургические принадлежности. Второй музей – фольклорно-этнографический, где можно увидеть предметы, связанные с рыболовством, сельским хозяйством и животноводством. В монастыре также есть библиотека с византийскими рукописями и публикациями церковного, исторического и литературного содержания, а также коллекция картин, изображающих местность, монастырь и его часовни. К достопримечательностям монастыря относятся также трапезные, рассчитанные на 3000 человек, и зал приема Идрайко. Это название связано с островом Идра, жители которого принимали активное участие в жизни и украшении монастыря. Экскурсионные и многие рейсовые суда с Родоса, если заходят в порт Панормитис, то стоят достаточно долго, чтобы в общих чертах осмотреть монастырь. Однако при монастыре есть гостиница для паломников и желающие могут остаться здесь на несколько дней. Имеется также кафе и магазинчик с местной продукцией. Поселок Сими находится на противоположном краю острова и попасть в него можно как морем, так и по автомобильной дороге. Но во всей своей красоте столица острова открывается именно со стороны моря, и этот вид редко кого оставляет равнодушным. Поселок построен вокруг естественного порта, который называется Цейлос. Также часто называют и прилегающую к порту часть поселка, в отличие от более дальней и старой его части, которая называется Анахора, то есть верхний город, или просто Харьё, то есть деревня. Большинство постоянных жителей проживает именно в верхнем городе. Застройка в основном относится к XIX веку, периоду процветания острова и развития не классического стиля архитектуры, хотя имеются и более ранние и более поздние строения. Весь этот архитектурный комплекс в целом является основной достопримечательностью острова. Прогулки по набережной Елоса, по улочкам и лестницам верхнего города, позволяют увидеть множество старинных зданий, как отреставрированных, так и не очень. Специалисты выделяют три основных типа зданий, внешне отличающимися количеством этажей. Архитектура такого типа не очень типична для Греции, хотя ее можно увидеть и на других ближайших островах. Но на Симе, благодаря рельефу и площади застройки, она наиболее впечатляюще. Из многих мест верхнего города открываются прекрасные виды на гавань и на окружающую местность. Самой главной улицей считается ступенчатая калистрата, застроенная хорошо отреставрированными двухэтажными торговыми домами. На самой высокой точке верхнего города можно увидеть остатки крепости рыцарского периода. Это место было укреплено с доисторических времен, и здесь находился древний Акрополь. Во времена Византийской империи была построена крепость. В 1407 году рыцари-госпитальеры расширили ее, фактически построив на древнем основании новую крепость. Поселение разрасталось вокруг крепости, и только с ликвидации пиратства в 17 веке началась застройка побережья. Из крепости хорошо виден район с бывшими мельницами и доисторическим курганом, который называется Пантикокостро, то есть Мышиный замок. В верхнем городе находится и археолого-краеведческий музей. Интерес представляет уже само здание музея, традиционный особняк с более поздними элементами неоклассицизма. В залах музея представлены коллекции, включающие находки классического, эллинистического, римского и византийского периодов, а также фольклорные экспонаты. У порта, в Елосе, можно увидеть более богатые особняки. Там же, на набережной сосредоточены таверны, сувенирные магазины и другая туристическая инфраструктура. Здесь же находится весьма современная центральная площадь, величественный военный мемориал, метрополия, муниципалитет, полиция. При желании можно совершить небольшую прогулку вдоль берега на экскурсионном автобусе. Неподалеку от порта находятся и места для купания, хотя и не очень удобные. Местная кулинария представлена как широко известными креветками, семиакогоредаки, так и другими блюдами, которые найти уже труднее. Это семиакес, теропитес, акумия, кулурия, вутирена и дзахарена, мусталеврия. Для более детального осмотра острова необходимо остановиться здесь на несколько дней. Помимо столицы, гостиницы можно найти и в двух небольших деревнях, Эмбарьос и Пэди, которые находятся в нескольких километрах от гавани Елос. Пляжи в этих деревнях небольшие, но достаточно благоустроенные. Желающие могут совершить поездку на катере до более дальних и уединенных пляжей. Остров Горист, дорожная сеть небольшая и ко многим достопримечательностям острова, идут только пешеходные тропы, с которых, правда, открываются прекрасные виды. Можно посетить византийские крепости Лопатанию и Кокинокостро, а также более древнюю крепость Ценгриа, восходящую к эллинистическому периоду и другие фортификации. От всех этих укреплений остались только фрагменты, так как они постепенно разбирались на строительный материал. Строились крепости на возвышенных местах и дойти до них может быть относительно трудно. Интерес могут представить многочисленные живописные церкви и монастыри, история которых часто насчитывает немало столетий. Наиболее известный из них – это монастырь Архангела Михаила Рукунеоти. Он частично музеифицирован и доступен для посещения. Однако большинство других оживают только в дни престольных праздников, и тогда можно воочию увидеть традиционные танцы, услышать местные песни и ближе познакомиться с другими традициями острова. Начиная с 1995 года, в летнее время в Елосе проводится фестиваль, где выступают как известные греческие музыканты, так и местные коллективы, представляющие традиционную музыку и танцы. Надо сказать, что среди населения Сими теперь заметную долю составляют иностранцы, избравшие его своим основным местом жительства. Есть что-то неуловимо притягательное в этом острове.